Скандальный украинский сайт Миротворец решил зарегистрироваться как средство массовой информации. Об этом сообщается на официальной странице ресурсов в фейсбуке. Там сказано, что об этом причастные к Миротворцу подумывали уже давно. И вот сейчас в ходе длительных дискуссий вроде как принято окончательное решение. Регистрировать сайт планируют за рубежом, а не на Украине, потому что боятся за своих сотрудников. Что это за ресурс такой Миротворец и чем он успел прославиться? Напомним вам прямо сейчас. Украинский интернет-сайт Миротворец заработал в 2014 году. Его создали по инициативе советника министра внутренних дел Украины Антона Герасченко. Сайт позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины. По сути, это открытая база личных данных людей, по той или иной причине неудобных Киеву. Причем данные собраны преимущественно нелегально. Хакерами, например. Всю информацию на Миротворцы публикуют, конечно, не спрашивая согласия тех, кого авторы ресурса без суда и следствия называют сепаратистами и врагами Украины. Их личные дела модераторы помещают в раздел с говорящим названием «Чистилище». 14 апреля прошлого года там появилась карта с данными журналиста Олеси Бузины. 16 апреля его застрелили. И это не единственное подобное совпадение. 15 апреля того же года убили бывшего украинского депутата от партии регионов Олега Калашникова. Его данные также были занесены в базу Миротворца. Всего в то время на сайте было порядка 30 тысяч записей. Весной этого года вокруг Миротворца разгорается новый скандал. Сайт опубликовал список личных данных журналистов, аккредитованных для работы на территории ДНР и ЛНР. Помимо сотрудников украинских СМИ, в черный список попали многие зарубежные корреспонденты, в том числе и всемирно известных изданий. BBC, Sky News, Al Arabia и Reuters. А недавно сайт начал собирать и датье на православных журналистов Украины. Об этом на днях не стесняя заявил сам Герасченко. Рекомендую изучить историю внезапно возникшей осенью прошлого года общественной организации «Союз православных журналистов», которая, начиная с марта этого года, словами своего самого активного члена Вячеслава Пиховшика, начала заявлять о том, что вероятность религиозной войны в Украине очень высока. Думаю, что над работой этой общественной организации есть смысл понаблюдать специалистам из СБУ и службы внешней разведки Украины. Не обязательно грозить Киеву демократическими ценностями, чтобы попасть в базу миротворца, достаточно съездить в Крым к бабушке. Так случилось с известным блогером Ильёй Варламовым. Он провёл отпуск на полуострове, в том числе навещал на родственников Симферополя. После этого обнаружил, что его данные внесли в список скандально известного ресурса. К этому факту Варламов отнёсся иронично. Но улыбаться здесь готовы далеко не все. Мировое сообщество, наоборот, не на шутку обеспокоено. Волна возмущения заметно выросла после майской публикации персональных данных журналистов. Например, Дуня Миятович, представитель ОБСЕ по свободе СМИ, назвала это тревожным шагом, угрожающим безопасности репортеров. Действие сайта «Миротворец» раскритиковала и представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что эта публикация – прямой призыв к расправе над журналистами. В Госдепартаменте США тоже не смогли промолчать и назвали произошедшее настоящим взломом. Скандальный ресурс пытались блокировать, но он вновь начинал работать. А украинские спецслужбы вообще признали, что бессильно против миротворца. СБУ, например, заявило, что у неё просто нет выработанного механизма для блокировки этого сайта. Юлия Ерофеева, Live.